здравствуйте туристы и милитаристы сегодня у нас на кухне предатор 2 полный автомат компании fkmd предоставлен он компании foxknives и так уж получилось так уж вышло что не буду скрывать сегодня у меня будет ролик такой на те в традициях лучших роликов масле не масляникова то есть я думаю что все все понимают и знают какие ролики у владея владимира получались лучше всего в свое время причем я не знаю уже сто лет не смотрел его канал но именно те самые ролики где владимир был особо проникновен я бы так сказал они просто суперски получились ладно долго я вас задерживать сегодня не буду почему потому что у меня такой достаточно лайтовый сегодня попытка снова воссоздать салат из детства уксус на капустный причем прошлый раз когда я сделал все было по феншую но я запорол тем что я уже когда все было готово настоялась на следующий день я добавил еще одну столовую ложку уксуса и переборщил он был прям реально вырви глаз вкусный но вырви глаз так секунду я забыл совсем сюда ковшик поставить под картошечку так вот тему сегодняшнего ультра короткого разговора предложил артем лавренчук это закат нажима на закат нажиманий то есть когда человек перестает быть нажима нам что с ним случается что с ним случается он живет дальше с ним случается артем только одно у него становится немножко больше денег опа а это приятное начало на самом деле когда смотришь на таких вот с черным покрытием тактиков сразу первое что закрадывается в голову первая мысль это то что нож будет не очень острый но вот как-то так не стереотипы в общем нет по первым же движением я понимаю что нож здесь он прям острый при острый и меня ждет дальше ну со скрипом разрезал картофель но не поколол то есть я думаю что меня ждет приятно и дальше какое-то некое действие так вот ну это совершенно естественно когда человек вот он нажима нажима на он перестает быть нажима нам это очень похоже на любые скажем увлечение которые когда-то начинаются проходят какой-то свой этап развития после этого достигают какого-то апогея потом ты понимаешь что с одной стороны у тебя просто вот всего дофига причем не важно это марки монеты ножи какие-то еще моменты там то есть ты вначале там активно чатишься там общаешься там обсуждаешь рассуждаешь и так далее так далее в общем в общем по большому счету это это совершенно естественно когда в какой-то момент это проходит и и вот здесь во первых очень важно что мы имеем дело в каком возрасте это все случается то есть нажимание на самом деле вот как мне опыт мой подсказывает она то есть довольно много ребят ну подростков именно юношей которые так или иначе они увлекаются там оружием ножами им нравится вся эта тематика и прочее прочее но все таки нажиманы и вот как как нажиманы они в большинстве своем все таки уже дальше в возрасту все не говорю что там какого-то преклонного или солидного возраста нет но все таки даже если там человек там в 20 хотя бы пять лет он нажиман предположим да это все равно немножко другое чем когда он там в 12 лет там в 15 лет является увлекается чем-то то есть все таки почему очень все просто потому что когда ты занимаешься чем-то в подростковом возрасте а там я не знаю чем угодно это как правило все наступает пубертат и все это вытесняется гормоны весь интерес ко всему остальному и потом может вернуться а может и не вернуться по разному бывает самом деле скажем так восход апогей и закат нажиманство можно отследить на некоторых известных ножевых ютюберах то есть ну по большому счету винину это прям реально такая вот классика при классика тот же самый вовуха то есть был был все нормально были какие-то ролики были какие-то обзоры тесты увенинула в своем стиле вовухе в своем стиле и плюс минус примерно в одно время они бах и просто исчезли вот так вот без предупреждения я очень хорошо помню причем оба попытались вернуться и не получилось то есть как-то что-то в жизни поменялось я очень хорошо помню как ушел вовуха например то есть он поздравил всех там с новым каким-то годом я уже не помню какой-то был год и просто раз и все и следующего ролика не было просто не было долгое время ходили какие-то слухи всякие разные при разный нож острый он реально нарезает капустку по острому мне это прям начинает нравится потому что ну во первых я вам могу сказать так итальянцы делают острые ножи но не такие фанатично острые как ребята из поднебесной а здесь я прям чувствую что ножку хорошо нарезает если уж мы берем какой-то именно тактическую линейку тактическое направление то это прям совсем приятный сюрприз прям приятный при вот и что вовуха в какой-то момент он снял по моему пару роликов спустя там пару лет грубо говоря так сейчас утрируя не помню точно но как-то так не завлекло не увлекло и не ушел ну то есть не не вернулся это же самое саша винину он там почему я говорю потому что я как и все вы я прям ждал и я ждал возвращения я ждал что снова будут вот эти вот слегка ироничные очень очень не на хорошем русском языке очень разумные такие вот обзоры интересные прочее потому что я могу сказать что посоветуй мне нож это лучшее ножевое видео в принципе ютюба на мой взгляд именно с точки зрения философии это очень с хорошим таким юмором было рассказано я этот этот ролик смотрел не знаю сколько просто немерен раз то есть иногда задумываешься и думаешь да лучше в какой-нибудь другой именитый знаменитый ножа блогер на живой там ютюбер слился бы никто бы особо и не печалился бы вот как раз таки его в уху и виненул откровенно жаль потому что действительно вот как-то причем как это бывает именно вот так вот буквально в одночасье не то что там затухал загасал как-то потихоньку становился не интересен нет все было отлично все было прекрасно бах то есть у людей что-то поменялось жизни сменились какие-то приоритеты и потом несмотря на попытку реанимировать эти приоритеты они как бы вот так по так получилось практически то же самое произошло с русланом киясовым но нам всем повезло я сейчас говорю это без какого-то подхалимства или без какого-то там сарказма на самом деле нам все действительно повезло что руслан примерно плюс минус в то же самое время ушел по сути в этот момент мы все осиротели почему потому что получилось так что ну я честно скажу что например популярен например с кимин я его не смотрю но я пару роликов посмотрел наверное вот просто какая как-то вот ты просто называется не зашло и не зашло все то есть у меня ни в коем случае никаких там нет претензий или там еще каких-то там ну там негативных метров нет просто вот ты смотришь чувствуешь не твое то есть можно так перечислить на самом деле есть очень многие топовые ютюберы которые действительно очень классную подачу действительно суперскую но я их не смотрю потому что не смотрю а вот как раз таки во в уху я смотрел с удовольствием несмотря на то что с его методом именно убийственных тестов я не согласен на слово совсем но я смотрел про я свои вининула я уже сказал и тут бах буквально там в одну в одну я не знаю может быть в полгода может быть в год с разницей там по моему сперва ушел винину потом вовуха может я сейчас ошибаюсь и потом через какое-то время руслан но руслан вернулся это очень здорово потому что на самом деле по состоянию на сегодня я считаю киасова ютюбером номер один на живым русскоязычным это мое абсолютно искреннее мнение повторяюсь я не пытаюсь там и заглянуть кому-то в жопу там подлизаться и так далее нет по факту так оно и есть вот на мой взгляд единственное что причем какие-то там не не знаю совершенно понятно у него там появились какие-то заставки и так далее то есть он стал сотрудничать с тем же самым резать руль прочее единственно опять же абсолютно искренне скажу у меня понимаешь улыбку вызвал его там топ но у всех топ и такие такие какие они вот есть как бы ну тут уж никуда не денешься какой топ не глянешь я уже про то поговорил много раз даже сейчас повторяться не буду что какая идет мотивация для чего люди делают видео там лучшая десятка ножей лучшая двадцатка ножей так далее это это все совершенно понятно совершенно ясно вот и руслана я время от времени смотрю с удовольствием потому что мне очень нравится его первую очередь мне очень нравится его подача мне очень нравится его язык то как он говорит тембр голоса я когда его увидел живую я в садок выпал потому что я думал что там такой прям такой вот по голосу чуть ли не старец такой причем такой вот в хорошем смысле такой суровый умудренный так далее я когда его увидел в первый раз на экране а потом живую он моложе своего голоса выглядит и не знаю там на десятки лет это здорово очень на самом деле то есть есть у человека есть шикарнейший запас на будущее когда в конце концов когда-нибудь там лет через 15-20 его внешний вид его именно вот взрослость будет соответствовать его голос вот но я опять же не однократно говорила сейчас повторю что я очень часто с удовольствием как к старому другу захожу на чашку чая пересматриваю его старые какие-то заметки на полях его какие-то обзоры еще на какие-то там бенчи типа контега там или еще что-то то есть но действительно какие-то старые его ролики в общем хорошо что вернулся очень здорово что вернулся на самом деле если бы сейчас вернулся бы еще и винину вернулся бы по-настоящему вовуха это бы действительно прям была бы просто шикарнейшая подача прям всколыхнул бы наша болотца только в путь пришел бы сказал что за херней мать и с ребята сейчас я вам по старому папа свойски покажу как это должно быть все но не факт что уже есть вот те кондиции тот запал тот вот именно уровень к я скажем так самое главное на самом деле же блогера что отличает от нажиманы и почему уходит не потому что перестает любить ножи или ножи перестают быть интересным а потому что просто в какой-то момент уже ну у блюдечка есть края и сколько не лей рано или поздно начнет переливаться то есть но только если кто-то меня смотрит коллеги по цеху я знаю что меня смотрят самое смешное даже те кто меня терпеть не может ибо тому есть масса доказательств очень острый нож пока что вот прям вот то есть очень мало кто на самом деле понимает то есть все понимают ты тратишь на это много времени ребята вы не понимаете насколько много времени тратится на это дело насколько много времени и в какой-то момент просто получается то есть я много раз говорил что конкретно в моем в моем случае это действительно может произойти так что я не буду там как шатун или алла борисовна уходить там 20 лет со сцены то есть это просто если принял решение выключил камеру и все ну как бы все сказал всем пока ребят давайте вот но как бы для себя могу сказать что сейчас наоборот интерес несмотря на то что я сколько-то лет нажима и пять с лишним лет обзорщик он не ослабевает он он все сильнее и сильнее наверное потому что как-то вот у меня просто сложилось как-то все во время и как-то все правильно это все сложилось поэтому без жертв уже в зрелом возрасте начал и наверное это стоило и делать именно вот так так вот и я уверен что есть люди которые нажимания по-настоящему они переходят уже даже знаете из когда магл превращается в нажима на это довольно таки просто почему потому что магл которому нравится на же он начинает интересоваться читать смотреть ролики смотреть обзоры купил себе один нож заказал друзьям или роднее в подарок другой нож 5 10 потом вступил в какой-нибудь именно начал чатиться все коготок увяз все птички пропасть то есть все засосало болот и у всех это с разной степенью увлеченности с разной степенью интенсивности то есть для кого-то это такое вяло текущее просто скажем хобби для кого-то превращается в настоящую страсть особенно для людей которые например начинают просто именно коллекционировать по определенным параметрам кто-то собирает старинные ножи кто-то собирает там исключительно оранжевые рукояти например там кто-то еще что-то кто-то еще что-то то есть это начинается уже погони за каким-то моделями это действительно у всех про всех болезнь протекает по-разному то же самое как наш очень популярный вирус или как вакцина у меня знакомые вакцинируются просто у кого-то нормально у кого-то действительно не по-простому идут вот эти вот вся побочечка но процесс как говорится идет вот нож по-прежнему острый так вот что хотел сказать хотел сказать что понимаете то есть здесь безусловно тратится опять же даже если ты просто нажима не блогер там не 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 какой-нибудь там председатель клуба или организовываешь там кинг найфовки и так далее нет а просто какой-то момент смотришь и думаешь твою мать во первых я мог на эти деньги купить уже машину реально вот на это количество которое у меня ели там на полках стоит или висит на стене или там сложена где-то в коробках потом ты понимаешь а сколько я вообще времени потратил на общение во всех этих чатах сколько я ну потратил своих нервов на то чтобы там засираться с кем-то ради каких-то клубников там еще что-то еще что-то и а пошло-ка все это нахрен и все это пылится или отдается по наследству младшему научному сотруднику или просто напросто на сегодня с помидором очень мягкие отношения теплые поэтому если будут какие-то зависания на кожице я совершенно спокойно это по ножу прощу потому что помидор они уже такие совсем миленькие ну вот и но пока все все ровно все красиво то есть на самом деле у всех по-разному но или человек остывает потихонечку или человек буквально вот сразу бросает он понимает что это ему не нужно что это и время и деньги и может быть испорченные даже отношения с близкими потому что любая любая страсть любое вот такое собирательство это нужно еще постараться чтобы найти себе вторую половинку который поддерживать будет тебя особенно в финансовом плане во временном плане это действительно прям фартанула фартанула называется вот и а давайте-ка вот этот я дважды его взял в руку так потрогал и взял другую помидорину ну давайте все-таки раз у меня третий раз в руку попал значит значит так тому и быть начать его судьба ну буквально я не знаю нет нож острый но что что нож острый я это понял уже буквально потому как картофель начищался здесь просто великолепно я понимаю что нож тактический и сейчас ребята из фокса просто опять же думал полен вот да фак зачем это делает но вот это вот выемка она прям создана под указательный палец для комфортного комфортной нарезки она прям вот палец здесь прямо вот как надо расположился как в креслице присел и нарезает себе нарезает и все бы могло бы быть очень просто если бы не было сложно почему потому что человек может собирать марки и потом этим марки или монеты в альбомах полиация никуда не знаешь куда от них избавиться хорошо если по уму умеешь продавать взял и распродался свою коллекцию правильно значит человек может все что угодно как говорится папа может все что угодно только мама не может быть и действительно может наступить какой-то момент но с ножами все ваще не просто почему потому что опять же это говорил неоднократно и повторюсь просто дело в том что ножи какие бы они ни были даже вы не поверите но нет все равно я вот ребята которые собирают виксы я вас все равно не могу понять вот но без обид но викс это не нож блин викс это мультитул потому что ну вот скажите вот что вы ими делаете вот напишите мне только не не те кто вот например я электрик я виксом постоянно защищая правда это понятно нет если вы обыкновенный человек то есть предположим вы президент транснациональной кампании или миллиардер или вы олимпийский чемпион или вы еще кто-то такой вот подобный такому обычный совершенно как говорится знак gto на груди у него понять обычный парень с улицы вот и у вас виксы и вашим викси предположим который у вас в кармане штук 12 предметов вот что вы им делаете потому что вот у меня но вообще меньше всего викси у меня используется клинок почему то что есть нормальные ножи для этого то есть чаще всего викс это ножнички маникюрные вот эти вот какие-то принадлежности зубочистка и пинцетик все все остальное это вот мелкая моторика процесс раскладывания складывания раскладывания складывания потому что ну конечно с тестовой точки зрения можно конечно виксовской пилой там попилить вы реально часто пилить и виксовской пилой но окей хорошо вот сейчас все виксоводы такие а ты че вообще взвелепенился совершенно спокойно здесь стоял вещал тут вдруг бах пробило нет это ребят это не наезд и не предъяву просто я говорю что на самом деле с точки зрения именно ножей понимаете любого даже самого скромного размера ножи любой формы складные не складные и там скелетные тактически какие угодно по факту нож это в первую очередь что правильно клинок и так или иначе это какая-то сублимация клинкового оружия мы можем с этим спорить мы можем с этим соглашаться или не соглашаться но какой бы ни был хозяйственно каким бы ни был хозяйственным и бытовым нож так или иначе это реально для нас зов предков это реально для нас какие-то вот именно мотивы еще с тех времен когда древние люди защищали свое семейство защищали свое племя резали и кололи какими-то клинковыми предметами мамонтов саблезубых тигров и конечно же соседи куда уж тут скрывать то есть с помощью клинков с помощью каких-то даже окей хорошо дубин там и прочих приспособлений добывалась еда добывались женщины и все это вот происходило на протяжении реально веков ну там в какой-то момент конечно же там изобрели порох и так далее так далее но по факту к ты берешь нож в руки неважно какой бы он ни был одессишник в тебе просыпается вот в каждой собаке даже в каком-нибудь пекинессе в нем все равно внутри спрятан волк в генах и вот тяга к ножам какая-то клинкам конечно не такая сумасшедшая как у меня и у вас нет не такой сдвиг по фазе но так или иначе тяга к клинкам тяга к ножам это совершенно нормальное естественное мужское начало внутри то есть если человеку во чаще вы знаете я видел но просто пробит их ботонов которые там слова писька никогда не скажут своей жизни и как только им в руки попадает какой-то может быть не определенный нож какой-то другой нож это 3 4 5 какой-нибудь там трцешник или еще что-то у людей глаза загораются может быть не сразу нет ни с первого ножа но глаза загораются по-любому то есть это действительно очень-очень влияет и с учетом того что даже нормальные маглы так или иначе они могут прищелкнуть языком искать блин ну красиво молодец красивый может им 5 10 они все равно никогда не поймут как нож может стоить 100 евро а уж как может стоить нож полторы тысячи это я даже сам не всегда понимаю вот дайте-ка я немножко по-другому возьму хват потому что здесь все-таки твердо идет у нас и вот это то вся херня она и мешает соскочить с данного паровоза почему потому что легко это понятие дно как бы разонравились ножи все рождите женщины разонравились что в одном что в другом случае что-то значит не то братан что-то что-то пошло не так вот и чем что еще хотел сказать что чем пробитие нажима чем он опытнее тем меньше в нем каких-то именно агрессивных тактических самооборонных и как угодно каких угодно вот таких вот ну веяний почему потому что как раз таки именно магл который только встает на путь нажима ства как правило вот у них именно там самооборона выживание там что-то еще года ковыряния когда брутальность мощи прочее прочее то есть конце концов мы приходим каким-то аламиком потому что мы начинаем понимать какие-то другие вещи сейчас фокус выпускает яру и и талу два новых ножа ну в какой-то момент ты начинаешь понимать для чего вот эти вот чайлы нарезает еспер вокс низ ну вот ты начинаешь понимать все это вот и вот это очень сильно мешает именно прекратить быть нажима ну то есть какой-то момент люди могут перестать опять же здесь очень сильно упирается и в деньги и в принципе в жизненную философию то есть грубо говоря я себе купил полторы моро и крысу мне больше ничего не нужно но при этом человека вот так вот ночью подними и он тебе всю биографию глессера скажет там с точностью до года он полностью перечислить вес модельный ряд там кол стил и 5 10 хотя у него самого за душой именно те самые полторы моры и крыса то есть он не считает нужным больше именно покупать мацать лапать но при этом этот человек все равно нажиман почему потому что он очень чем в теме он интересуется он действительно как бы вот вот так и это я не знаю мне кажется что бывших нажиманов не бывает то есть можно даже тогда это найти как это как вулкан который как бы остыл он как бы уже не пахтит там не изрыгают лаву но но все равно такой спящий вулкан его все равно нельзя списывается счету потому что рано или поздно то есть я не встречал на самом деле людей которые полностью уходили из темы то есть можно уйти например из того же самого youtube почему ну потому что реально семья какие-то приоритеты как то все сложилось как то вот так вот но именно перестать быть нажиманом это вряд ли так илья берзу я тебе объясняю я посмотрел на самом деле видео или по поводу авокадо на самом деле как раз таки мы понимаем что авокадо должно быть мягким и она мягкая есть то есть несмотря на то что я его нарезаю на какие-то вот здесь вот квадратики по факту она мягкая его совершенно можно намазывать именно то есть это дну мы не едим такое которая хрустит у нас на зубах хотя у нас как раз таки да в магазинах чаще всего у нас получается так есть такое понятие я переведу с эстонского языка на русский это готовый употреблению то есть если авокадо сырые стоят предположим не соврать где-то 455 евро за килограмм может быть где-то ближе к 6 только авокадо готовый к употреблению он стоит это 78 евро килограмм вот и ну или там если он какой-нибудь экологически там просто запредельные цены вот и когда вот берешь например вот здесь вот немножко коричневые есть это не не это не проблема на самом деле потому что вот конкретно вот данный авокадо он очень очень мягкий я его реально как бы вот прям выбираю ложкой просто у меня юленция у нее свой подход как говорится она любит эти кубики почему бы нет я вообще не понимаю этот фрукт слова совсем вот но когда ты покупаешь блин за бешеные бабки и там реально но вскрываешь а почему бешеные бабки ну как бы пойти это фрукт если он стоит как килограмм нормальной хорошей свинины качественные или даже дороже то это что-то не то на взгляд ну ладно это неважно то есть я просто объяснил или спасибо огромное кстати говоря за видео было интересно послушать я говорю что мне вообще канал или берзона очень нравится именно слушать очень много чего там он рассказывает именно так вот хорошо так по-доброму за жизнь вот так что не знаю если вы смотрите это видео то вы скорее всего сейчас все еще не на закате нажимания всем желаю действительно хотелок новых ножей я тут расстроился сегодня очень сильно расстроился потому что нож который я откладывал 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 на потом на покупку когда-нибудь он снят с производства его теперь уже нету нигде осталось два магазина один честь и один в польше с учетом того что стоимость ножа там три сотни я понимаю что конкретно именно вот сейчас так или иначе я бы пару месяцев взял бы паузу но если мне повезет значит все срастется вот и то есть чтобы хотелки реализовывали чтобы все было замечательно чтобы действительно самый главный кайф так вот буквально перед тем как а я скажу вот этот автоматический нож с н-690 правильно н-690 здесь да на клинке он оказался на редкость во первых для тактикульного ножа острому прям по-настоящему острый такой прям по-взрослому как резачок и мне было очень удобно именно вот используя вот эту вот выемку очень очень удобно было им нарезать по поводу себя скажу что именно соскакивать с этой темы в целом не только с нажимания именно вот канал общения и так далее так далее мне будет просто я сейчас считаю это практически невозможным надеюсь что так и будет что не ничего такого плохого не случится что меня просто-напросто выключит из строя вот так вот в раз почему потому что в первую очередь это именно как я уже говорил неоднократно ножей может быть много может быть мало ножи приходят и уходят а люди остаются и люди реально люди настоящие с которыми общаешься с которыми переписываешься там что-то обсуждаешь бывает ругаешься потом даст бог миришься как-то все вот это вот вся вот это вот движуха фотоконкурс там какие-то еще моменты там искренние радостные поздравления там и прочее прочее это уже настолько нет это не семья но это настолько комфортная среда обитания это просто вот настолько как будто ты вот рыба в аквариуме с очень правильными хорошими другими рыбами с которыми тебе очень комфортно плавать и вот это вот все обсуждать и это наверное для меня гораздо важнее чем ну по сути ну ножей-то много чё скрывать а вот именно весь этот вот движ общение мнение фотки какие-то всплески какие-то проекты и прочее прочее вот это реально это реально очень-очень так прям до затягивает по-хорошему удивил по-настоящему удивил прям прям супер спасибо за просмотр всего доброго увидимся и и